Севастополь бомбили 9 месяцев. Город был без воды, без хлеба. Это действительно была блокада города Севастополя. Мы все прятались в подвалах, в пещерах. Воды не было. Когда война началась, ставили у каждого дома каждую бочку воды для зажигательных бомб, говорили. А потом мы эту воду ведрами таскали, выциживали через марлю и делились сначала на детей, потом остатки пили взрослые. Но несмотря на то, что Севастополь держался, как говорят, до последнего патрона, до последнего человека, и все-таки фашисты заняли Севастополь. И отступая нас, мирных жителей, женщин и детей, среди нас не было ни одного мужчины. Мы добрались до Вартеневки, там есть такое место, и оттуда мы почти пешком шли. А была весна, кругом свели сады, и в эти сады нельзя было зайти. Они все были заминированные. Мы голодные, босые, без воды, без хлеба шли. Потом по дороге подбирали нас и довезли нас до Бахчестарая, к нашим родственникам, к нашей бабушке. И когда нас один на тачке довез, мы даже ходить не могли. Нас, детей, всех на руки и привели к бабушке. А бабушка ревом ревела, глядя на нас. Мы все были живые трупы. А потом немцы, отступая, всех мирных жителей, кто был в Севастополе, погрузили в Болиндри ночью и отправили через Черное море в Румынию. Ни одного мужчины среди нас не было. Даже бабушку одну, вот я хорошо помню, на носилках занесли, в трюмы нас затолкали. Вечером нас погрузили, и мы плыли. Ночью был девятибаллный шторм на море. А эти вот у них такие были, как лапти. Этот пароход кидала вот так, как щепку. Этот пароход то вниз, то вверх водой нас заливает. Представляешь, вот вода, волна налетает, и пароход все орут, тонем, тонем, кто что все может. От этого гула можно было с ума сойти. И под утро наступило затишье. Море успокоилось. Мы в воде, как лягушки, но мы уже спокойны, мы уже дышать не могли. Оказывается, дым идет. В наш пароход попала бомба. Задыхаемся. В этих полинерах были погруженные немецкие машины со снарядами. Эти снаряды стали взрываться. Благодаря, что мы на самом конце сидели, где вода вот выходит, заходит. Из 160 человек нас, когда грузили, считали фашисты, как скот. 40 человек было живых. Из них половина были раненые. Ну и вот мы так вот добрились до Румынии. Оттуда попали в концлагеря фашистские. За колючую проволоку. Ну а потом, значит, мы попали в город Дортмунд. А это город, где очень развита тяжелая промышленность. Даже песни про этот город пели. Далеко тот город зовется Дортмунд. В нем шахты стоят почти рядом. И если бы кто мог бы туда заглянуть, назвал этот город бы адом. Все равно во время войны люди добрые были. Спортивы газа тоже хлеб ограничен. Как-то, наверное, буханком. Дети, пятеро нас было. И вот улядьет анама, на отмекен алда, башта эпс баллар габернис. И нам делили вот по такому кусочку. А вместо воды шампанское нам приносил. Мы когда ехали, как встретил, мы едем на родину, все, все севастопольцы. Говорят, остановили, татары есть, выходите. Ни одного татарина нет в Крыму. И нас, значит, на Узбекистан набралось два вагона. И вот в Ташкенте на станции стоим два вагона татар. Холодно было. Ну и когда сказали победа, конечно, все ликовали. А так, что кричали, плакали, целовались и все. Что мы вернемся в Севастополь. Мы так радовались. А когда доехали до Восточной Пруссии, и нам сказали, ни одного татарина нет в Крыму. Есть татары? Выходите. Это было за все то, что мы перетерпели, это был еще один удар. А самое сердце. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!